Привет любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хоккей и сегодня сделаем обзор четвертого матча Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз. Погнали! Первое изменение счета происходит на 4 минуте 19 секунде. С передачи Павла Бучневича шайбу забросил Джордан Кайрум. Тем самым Павел Бучневич набирает уже третий очков в этом разыгрыше плей-офф. Счет становится 1-0 в пользу Сент-Луис Блюз. На девятой минуте матча Кевин Фиала зарабатывает 4-х минутное удаление за высоко поднятую клюшку. Но за 4 минуты большинства Сент-Луис так и не смог забить вторую шайбу, поэтому движемся дальше. Следующую шайбу забивает Миннесота Уайлд на 14 минуте 6 секунде. И угадайте кто же это сделает? Ну конечно же это наш Кирилл Капризов. Он забивает уже пятую шайбу в этом разыгрыше плей-офф. Ну а счет в матче становится 1-1. Давайте еще раз посмотрим на этот бросок. Сент-Луису точно не стоит оставлять Кирилла на пятаке одного. Больше заброшенных шайб в первом периоде не было, поэтому движемся дальше. Но прежде чем мы это сделаем, хотелось бы напомнить, что на этом канале выходит обзор матча НХЛ каждый день, поэтому не забудьте подписаться. Следующее изменение счета происходит на 10-й минуте 30-й секунде. Флёри не справляется с броском и не может зафиксировать эту шайбу. Ну а защитник Миннесоты забил себе коньком. Очень обидная шайба для Миннесоты. Счет становится 2-1 в пользу Сент-Луиса. Давайте еще раз внимательно посмотрим на этот момент. Но не проходит даже минуты и Сент-Луис сделает счет 3-1. Райан О'Райли дает пас на Джордана Кайру, ну а тот в свою очередь забивает прекрасную шайбу ворота Миннесоты. Давайте еще раз посмотрим на этот прекрасный гол. Счет становится 3-1 в пользу Сент-Луис Блюз. Также в конце второго периода у Миннесоты была прекрасная возможность реализовать большинство. Было несколько опасных моментов, например как этот. Больше заброшенных шайб во втором периоде не было, поэтому движемся к третьему. Ведь это еще далеко не все, поэтому движемся дальше. Следующее изменение счета происходит на 2-й минуте 39-й секунде третьего периода. Миннесота Вайлд просто с мясом забила эту шайбу, давайте посмотрим как это было. Миннесота сокращает отставание до одной шайбы и еще целых 17 минут, чтобы сделать камбэк. За 8 минут до конца матча у Миннесоты появляется возможность забить в большинстве. Но у них этого не получается. Сент-Луис Блюз доводит этот матч до победного. И за 2 минуты до конца матча забивает в пустые. А счет серии становится 2-2. Вот таким получился матч Сент-Луис Блюз показывает невероятную игру дома. Ну а ты ставь лайк и подпишись на канал. Обзоры матчей НХЛ каждый день. Пока.